МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начиная с весны, 20 человек потерялись в лесах Забайкалья. Какие меры предосторожности нужно принимать грибникам, расскажем в программе «Середина земли». Их работа – защищать природу Байкала. О том, как трудится заповедный спецназ, расскажем в выпуске международной программы «Середина земли». Осенью – это пора сбора урожая, выставок и фестивалей. На одном из таких праздников в Аймаке у меня побывала и наша съемочная группа. О том, какая продукция была представлена отечественным производителем на фестивале ГОБИ-2016, расскажем в этом выпуске. Эфир телеканала АЭС продолжает выпуск информационной международной программы «Середина земли». В этом выпуске мы познакомим вас с яркими событиями Забайкалья, Бурятии, Монголии и Китая. Для вас работают корреспонденты Забайкальского края. Я – Юлия Тимошенко. Здравствуйте. Сообщить родным, куда вы отправляетесь. Зарядить телефон, взять дополнительный аккумулятор, не надевать камуфлированную одежду. О таких простых правилах зачастую забывают забайкальцы, которые отправляются в лес за ягодами и грибами. Начиная с весны, известно 20 случаев, когда люди, находясь в условиях природы, теряли ориентир и не могли выйти к населенным пунктам. Больше всего таких ситуаций возникало в Читинском и Улётовском районах. Подробнее в сюжете. В экстренные службы продолжают поступать сообщения о пропаже людей. Все они ранее отправлялись в лес за ягодами и грибами. Но выйти обратно в населенные пункты не смогли. Один из последних случаев произошел в Бургене. Волонтеры поискового отряда имени Кости Долгова выезжали на место и прочесывали лесные массивы. Мужчина 39-го года рождения и женщина 59-го года рождения, они уехали по ягоду на автомобиле УАЗ, так называемая в народе таблетка бежевого цвета. После 3-го сентября они уезжали, насколько мне известно, на двое суток туда. Начались проливные дожди, то есть дороги размылы. По данным мне информации, их автомобиль просто увяз, и они все это время пытались его вытащить. Мы подключились в количестве 18 человек. На следующий день после нашего принятия участия в поисках пропавшие выбрались сами и вышли на связь. К посещению леса нужно ответственно подготовиться, далеко не уезжать и обязательно сообщить родным, куда вы отправляетесь. Зарядить телефон и взять дополнительную батарею, а на месте обращать внимание на ориентиры. Очень хорошо помогает. Мы один раз сталкивались с таким случаем, когда вечером заблудился человек, не вышел. Родственники, не дожидаясь организации крупномасштабных поисков, съездили в город, купили большую батарею салютов, новогодних фейерверков. Вечером, когда немножко стемнело, они подожгли. Она начала очень высоко и шумно стрелять. И через два часа уже по темноте заблудившийся их родственник вышел именно в то место, где они запускали салют. То есть это очень эффективный метод оказался. Также специалисты советуют, отправляясь в лес, надевать яркую одежду. В камуфлированной обнаружить потерявшегося человека гораздо сложнее. Марина Герасимова, Сергей Ручков, Середина земли, Забайкальский край. К столетию великого джазмена нашего земляка Олега Лунстрыма в Чите выпущена книга об истории его семьи. Презентация издания, написанного по документам Фонда государственного архива Забайкальского края Людмилой Корчановой, прошла во Дворце молодежи. История забайкальской жизни семьи Лунстрымов началась в 1901 году, когда в наш край приехал дед Олега Леонидовича, Франц Карлович. Информация о 20-летнем пребывании семьи в документах сохранилась в архивных фондах и затрагивают несколько поколений. Дед Олега Лунстрыма приехал работать лесничим сначала в Нерчинский завод, а потом в Читу, будучи вдовцом с двумя детьми – Леонидом, отцом будущего знаменитого джазмена, и его сестрой Еленой. Я считаю, что это была обычная дружная семья, и я уже давно пришел к выводу, что в дружных семьях всегда порождают хороших, добрых детей. Я, например, только в Чите узнал, что была такая республика ДВР. Отец заведовал всем отделом культуры Дальневосточной республики, которая простиралась от Байкала до Амура. Сведения о рождении самого Олега Лунстрыма автору книги Людмиле Корчановой удалось найти в документах фонда церкви Забайкальской области. Кроме документов, которые хранятся в госархивах, были еще использованы периодические издания, которые тоже, впрочем, хранятся в госархивах. Это «Харбинское время», японская газета на русском языке, и двуязычная русско-китайская газета «Гунбао», что переводится «Общественная газета». Я исследовала эти газеты на тот предмет, что как раз в этот период началась его слава, так сказать. В 2004 году, когда он впервые выступил на Христианском союзе молодых людей, и впервые это выступление, пользуясь таким успехом, с таким прошло триумфом, что он сразу же стал известным, популярным. Этот год считается годом отсчета для книги рекордов Гиннеса. Некоторые фотографии, опубликованные в книге, предоставили в Дирекции Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лунстрома. Тираж книги небольшой, всего тысячи экземпляров. Большинство из них будут переданы в библиотеки Забайкальского края. Однако уже после того, как книга была сверстана, стали находиться и другие интересные документы, касающиеся семьи всемирно известного музыканта. Возможно, что они станут поводом для новой исследовательской работы и изданию новой книги. В сегодняшнем выпуске мы познакомили вас с фактами, которые невозможно оставить незамеченными. На этом блог с участием в Забайкале завершается, и к нам присоединяются коллеги из Республики Бурятия. Самбайне, чем запомнились эти дни вашим жителям? Мы также приветствуем вас, коллеги и зрители программы «Середина земли». Как всегда, готовы поделиться интересными новостями нашего региона. В студии Марии Латышева Бурятия готовится к юбилею одного из первых буддийских датсанов в России – Тамчинского. Расположенный на берегу реки Селинга, он долгое время был резиденцией Хамболам. Праздничные мероприятия пройдут уже в эти выходные, и в Республику прибудут ученые, историки, краеведы и священнослужители со всего мира. И к другим новостям. Атака браконьеров. 15 агрессивно настроенных людей напали на оперативную группу государственных инспекторов Забайкальского национального парка. Отметим, что у злоумышленников в автомобиле были найдены патроны нарезного и гладкоствольного оружия. 17 числа была замечена машина, которая ведет наблюдение за кордоном Монахов, где проживают сотрудники оперативной группы Баркусин. При попытке проверить документы и попытки их задержания не оказали сопротивление, были доставлены на кордон. Тут же прибыла группа примерно еще из 10 человек. По предположениям руководства Забайкальского национального парка первая причина нападения – профессиональная деятельность госинспекторов в период нереста Омуля. Оперативная группа усилила работу по поиску браконьеров, а те, в свою очередь, прибегли к отчаянным мерам. Руководство парка уже направило обращение в правоохранительные органы и Министерство природы России. Из команды оперативной группы никто не пострадал. Мы будем следить за развитием событий. Между тем, заповедный спецназ является неотъемлемой частью жизнедеятельности Забайкальского национального парка. Эти люди охраняют заповедную зону, что называется, и днем, и ночью. О непростой работе государственных инспекторов расскажет Илья Бельков. Сжимать его в море надо! Стоять! Стоять! Скучать госинспекторам не приходится. Каждый день у них начинается с выхода на воду и проверки подозрительных судов. Такие погони для них дело привычное. Вот только нарушители не всегда идут на уступки, а иногда представляют угрозу жизни всей команде инспекторов. Были люди, которые ехали с оружием, напились, надоели. Надоела эта опергруппа. Поедем, застрелим их. Ехали с оружием, километра два не доехали, не справились с управлением, врезали с березы. Что бы против нас не пытались сделать, и все оборачивается против них каким-то чудесным образом. И как один из нарушителей сказал, говорит, о них что-то заговоренные, что ли? Это раньше госинспекторам приходилось нелегко, догоняя очередного браконьера. Теперь на их вооружении скоростные катера, необходимые для слежки приборы. Уже в этом году браконьерство взято под полный контроль. В арсенале у заповедного спецназа есть самое современное оснащение. Например, вот такой бинокль GPS-навигатор, есть даже прибор ночного видения. На самом деле это лишь малая часть из всего технического оснащения. Но даже при таком наборе скрыться у нарушителя даже темной ночью не остается никаких шансов. Охраняют природу государственные инспекторы не только на воде, но и на суше. Здесь они действуют по-военному четко, группируясь и работая в команде. И на земле их техническое оснащение находится на высоком уровне. Мы уже смеемся, наверное, только, когда у ребят спрашивают, что нам еще необходимо, они смеются, говорят, ну еще только осталось вертолет. А все остальное есть. Наземный транспорт у заповедного спецназа есть на все времена года. На аэролотка, квадроцикл, снегоход. Они готовы беречь природу во что бы то ни стало. Уж очень велика значимость священного озера. Илья Бельков, Андрей Дармаев. Середина земли. Бурятия. Баргузинский район. Первый байкальский хоровод пройдет в эту субботу в этнографическом музее Улан-Удэ. В нем примут участие фольклорные и вокальные коллективы, солисты и музыкальные группы, гармонисты, частушечники, профессиональные и народные мастера, а также спортсмены. Это мероприятие, прежде всего, для всей семьи. В одном месте будет уникальная возможность посмотреть и кухню, и различные традиционные спортивные состязания. И, конечно, три великолепных конкурса. Я вот добавлю просто на русскую песню 64 народных коллектива. Лучших народных коллектива заявились. То есть мы на сцене покажем лучшие образцы русского фольклора. Кульминацией фестиваля станет большой праздничный концерт с участием Театра народной музыки и танца «Забава», зажигательная молодежная программа и глобальный русский хоровод. Также в этот день в этнографическом музее будут возводить часовню. Принять участие в строительстве сможет любой желающий. Это были одни из самых заметных событий нашего региона. Программа «Середина земли» продолжается. На связь с нами выходят коллеги из Монголии. Сейнбэйс Ханум, чем сегодня готовы поделиться вы? Здравствуйте, я Алхама, и наши корреспонденты уже готовы рассказать о ярких событиях в Монголии. В этом выпуске все самое важное и интересное. Президент Монголии Цехаги Нильбук, тот же самый многодетний отец среди всех глав государств. Он воспитывает 28 детей-пятеро родных, а также 23 усыновленных. Глава Монголии признается, что с воспитанием детей в семье всегда было много хлопот, но с ними помогает справляться его жена. А теперь приходим к другим новостям столицы. Монгольскую столицу посетил заместитель меры южнокорейского города Мокпо. С какими предложениями он выступал и какие новые проекты развития обсуждали стороны, слово нашим корреспондентам. В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы развития двустороннего сотрудничества в области культуры, здравоохранения, экономики и туризма, в том числе и вопросы создания Монгольского культурного центра в корейском городе Мокпо. Далее стороны подписали меморандум, чем подтвердили обоюдное желание развивать добрососедские отношения. Выражаю благодарность за принятие решением создать Монгольский культурный центр в Мокпо и рада налаживанию взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами в разных сферах. Договоренность между нашими странами открывает возможность нарашивания двусторонного взаимодействия не только в спортивной и культурной сферах, но и в здравоохранении. Мы планируем в будущем учить и выпускать высококвалифицированных специалистов в области медицины. Также господин И отметил, что Мокпо является одним из древнейших и главных туристических городов Республики Корея. А это приносит уверенность в то, что дружественные связи между городами Мокпо и Улан-Батором станут только крепче. Дулам, Уноболт, Середина земли, Монголия. ГОБИ-2016. Более 200 участников фестиваля со всей страны собрались в Аймаке-Монгол. Там же побывала и наша съемочная группа. Все подробности у моих коллег дали. При поддержке государства этот фестиваль проводится успешно уже на протяжении 12 лет. Для жителей Аймаке-Умнугофь это мероприятие долгожданное. В нем принимают участие фермеры, скотоводы и производители со всей страны. Они представляют экологические и чистые продукты. Овощи, мясо, молочные изделия, например, Арул, сушеный творог, а также изделия, сделанные своими руками. Наше государство поддерживает частных предпринимателей и дает необходимые разрешения на продажу их продукции. Участники тесно сотрудничают с руководством Аймака, и такого рода мероприятия помогают им открывать для себя новые возможности, которые способствуют правильному развитию их бизнеса. Первый раз в этом году организаторами выступали крупные торговые центры. Мы провели успешную встречу с представителем компании горнорудной отрасли и договорились о том, что со следующего года они тоже будут принимать участие в фестивале ГОБИ-2016. В этом году, кроме 15 самонов, в Аймак-Умнугофь приехали производители из Улан-Баттера, Дархана, Увур-Хангая. С каждым годом число участников растет, и фестиваль набирает масштабы. Почва в нашем Аймаке хорошо подошла для выращивания немецкого сорта картофеля – белая роза. Мы собрали большой и вкусный урожай. В этом году продукция представлена иначе, чем в прошлые годы. Многие производители сделали для своего товара специальные упаковки. Я продаю всю необходимую фурнитуру для салона машин. Отмечу, что продажи были очень хорошими. Товара практически не осталось. Мероприятие представляет, пожалуй, если не единственную, но точно одну из немногих возможностей для фермеров, скотоводов, отечественных производителей собраться вместе, чтобы представить свою продукцию и обрести новые связи и клиентов. Батаргил, Батболт, Середина Земли, Монголия. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее информационную программу новостей «Середина Земли» продолжат наши коллеги из Китая. Здравствуйте, о каких событиях вы расскажете? Здравствуйте, конечно, о самых заметных и интересных событиях, связанных с Китаем, в студии Руслана Гасанова. Рост цен на недвижимость наблюдается по всему Китаю. По данным Государственного статистического управления страны, в августе средняя стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Не отстают и цены на вторичное жилье. О причинах резкого скачка в материале далее. Из 70 крупных городов Китая в 64 зафиксированы рост цен на квартиры в новостройках и в 57 на вторичное жилье. Такая ситуация, например, в городе Сяммэнь, где находится крупнейший порт провинции Фудзянь на побережье Тайваньского пролива. Здесь цены отметились самым большим ростом – на 43% за месяц. В Шанхай в августе стоимость недвижимости увеличилась почти на треть, а цены на жилье в Пекине выросли примерно на четверть. Интересно, что в городах первого и второго уровня в Китае, несмотря на органичительные меры, инвестиционная активность остаётся достаточно высокой. По мнению экспертов, причина резкого скачка цен на поверхности и вызвана прежде всего высоким спросом. Высокий спрос спросирован паническими настроениями. Инвесторы стремятся минимизировать риски и вкладывать в средства недвижимости, потому что считает этот актив более надёжным. Интересно, что в таких крупных городах, как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь темпы роста цен на вторичное жильё выше, чем у новостроек. В Пекине с начала этого года было продано около 30 тысяч новых квартир и более 180 тысяч вторичных объектов недвижимости. Однако, по мнению аналитиков, рынок вторички в ближайшее время стабилизируется, тогда как цены на новостройки продолжат рост. У меня на этом всё. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин